Виновник пьяного смертельного ДТП не стал обжаловать приговор суда. Речь идет о жителе Петропавловска, который прошлой осенью сел за руль после застолья, разогнался до 120 км в час и сбил парня, стоящего на обочине. Последний, молодой елизавчанин Леонид Кожевников, от полученных травм, не приходя в сознание, скончался спустя несколько дней в краевой больнице. Первоначальный суд 11 февраля 2021 года вынес приговор и назначил Панихину наказанием нише-нишего предела. То есть санкции предусмотрены от 5 до 12 лет с ограничением права управления транспортным средством. Суд назначил 3 года колонии-поселения. Сторона потерпевшая, то есть родители непосредственно Сергея Анатольевича и Татьяна Анатольевна Кожевникова не согласились с мягкостью приговора, привлекли общественность, попытались всеми возможными способами предпринять действия, направленные на ограничение пьяных водителей, и чтобы они не садились за руль с целью привлечения внимания и предупреждения новых подобных преступлений. 30 марта 2021 года было вынесено апелляционное определение, но, к сожалению, доводы нашей апелляционной жалобы не были услышаны судом, и было оставлено такое же наказание в силе. Не согласившись с приговором суда и с апелляционным определением, потерпевшая сторона подала касационную жалобу. И 9-й касационный суд удовлетворил данную касационную жалобу, посчитал, что отсутствует основания для назначения нижнейшего предела и вернул дело в ином составе Петропавловск-Камчатский городской суд. Новый приговор прозвучал 17 ноября. Пять лет в колонии общего режима. Ни виновник ДТП, ни родители погибшего парня решения служителей Фемиды оспаривать не стали. Приговор вступил в законную силу. Редактор субтитров А.Семкин